МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист адаптировался, мы снижаем нормы выработки. Как впечатление. Старость в радость. Территориальный центр соцобслуживания предлагает пенсионерам записаться в кружки. Поддерживать физическую форму, развивать мышление. Что в топе. А также лес Каравая, армейские игры и желтая среда. Синоптики обещают сильные дожди. Какие еще сюрпризы подготовил конец лета? Бобруськ продолжает принимать молодых специалистов в пополнение не только в социальной сфере. Предприятие города приняли на работу по распределению новоиспеченных работников. Анастасия Пахлёстова продолжит тему. Смена в цеху славянки в самом разгаре. Наравне с опытными работниками трудится и молодежь. Многие здесь не новички. Уже проходили практику, так что за швейными машинками держатся уверенно. Среди молодых специалистов есть и те, кто приехал из других городов. Им предоставляют место в общежитии. Молодежь с удовольствием пользуется такой возможностью. Именно в этом цеху я уже не первый раз. То есть здесь проходили мы практику, как преддипломную, как технологическую. То есть встретили тепло, работы много. То есть коллектив хороший. Начальство тоже хорошее. То есть приняли тепло, как свою. Были выплаты как молодому специалисту. Приятно, что государство не забывает молодых, которые становятся на свой путь. На практике здесь была полгода. И меня сюда обратно приняли, когда я уже на работу сюда устроилась. Все помогают. То есть если им понятно, то все подойдут, помогут, объяснят. Рядом работа и общежитие рядом. То есть это комфортно. В этом году предприятие приняло по распределению 33 молодых работника. Среди них двое парней. В основном это швеи и есть портные. Основной поставщик молодых кадров – Бобруйский государственный технологический колледж. Первые три месяца для того, чтобы молодой специалист адаптировался, мы снижаем нормы выработки. Возможность роста, конечно, есть. Все зависит от опыта, скорости молодого работника. У нас форма оплаты издельная, поэтому здесь сложно сказать точные цифры. Но в основном стараются. Очень молодцы. Завод тракторных деталей и агрегатов в этом году принял 53 молодых специалиста. Из них четверо с высшим образованием. Артем Акулич окончил Бобруйский колледж. Получил образование станочника широкого профиля. Решил не останавливаться и учиться дальше. Поступил в Могилев. Теперь работает контролером. Было распределение. Всех брали по рабочей специальности станочника. А завод ИДА мне предложил работу контролера. Профессия достаточно интересная. Много всяких возможностей предоставляет. В первую неделю очень и очень хорошо помогали. То есть у меня была задача, у моего начальства была задача меня научить. Александр Киреев окончил автотранспортный колледж. В течение трех лет осваивал тонкости технической эксплуатации автомобилей. Парень получил диплом и работает в автобусном парке. Считает, что ему очень повезло. Чтобы трудоустроиться самому, чаще всего нужен опыт. Был выбор между творчеством либо технической специальностью. Я выбрал техническую специальность. Заработок куда стабильнее, чем у творчества. Работаю почти месяц. Старшие коллеги помогают, поддерживают. В качестве материальной поддержки молодой специалист получает так называемые подъемные. Благодаря распределению у выпускника сразу есть рабочее место на ближайшие два года. При желании обеих сторон работа может стать постоянной. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В стране выздоровели выписанные из больниц свыше 69 тысяч пациентов, которые переболели коронавирусом. Зафиксировано более 70 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Лаборатории обработали чуть больше 1 миллиона 480 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Беларусь станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от коронавируса. Об этом стало известно после телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты договорились, что беларусы добровольно примут участие в третьем этапе испытания российской вакцины от COVID-19. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья разработал рекомендации по организации учебного процесса. В документе сказано о продлении перемен и пересменок в максимально возможном разделении учащихся в классах и столовых. Проводить массовые мероприятия преимущественно на открытом воздухе у работников будут измерять температуру тела, опрашивать о наличии признаков респираторных заболеваний. Учеников и сотрудников с кашлем, насморком, повышенной температурой тела не допустят к учебе или работе. В каждом учреждении образования разработают свой план мероприятий по предупреждению COVID-19. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Спортивно-оздоровительное направление, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, художественная самодеятельность. Отделение дневного пребывания для пожилых центров соцобслуживания Первомайского района приглашает пенсионеров в кружки и клубы по интересам. Занятия проводят четверо сотрудников, множество волонтеров. Всего в списке порядка 20 объединений. Творческие, спортивные, интеллектуальные отделения находятся по адресу 50 лет в ЛКСМ16. Контактный телефон на экране. Поддерживать физическую форму, развивать мышление, творческие способности, осваивать современные гаджеты. Кандинавская ходьба, настольный теннис. Ну и для любителей шахматы шашек существует клуб «Ладья». Очень много людей посещает такой клуб «Дачник». Помощь к школе, армии 2020 и веселое лето. В лагерях отдохнули свыше 150 тысяч детей. Как обеспечили безопасность? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. 7 миллионов 55 тысяч тонн веса республиканского каравая. Грариям осталось убрать менее 8% площадей. Жатва продолжается в Могилевской и Витебской областях. Во всех остальных регионах работы практически завершены. Средняя урожайность по стране почти 37,5 центнеров с гектара. За три месяца лета в Беларуси оздоровились более 150 тысяч детей. В жаркий период работали более 3,5 тысяч оздоровительных, спортивных и стационарных лагерей. Также было ограничено количество родительских дней. Благодаря проведенному комплексному подходу не было вспышек коронавирусной инфекции. Федерация профсоюза поможет собрать детей в школу. На это выделят около 5 миллионов рублей. Благотворительная акция уже стала традицией. Она проходит ежегодно в преддверии Дня знаний. Кроме оказания финансовой помощи семьям школьников, посетят подшерпные интернатные учреждения и многодетные семьи. А на предприятиях пройдут праздники с вручением подарков. Брест принимает армейские международные игры. Участвуют 7 команд. Беларусь, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Сербия и Россия. Особенность нынешнего конкурса – впервые на снайперский рубеж выйдут девушки. Поединки под Брестом начались с индивидуальной гонки снайперов. Военнослужащие стреляли из винтовок, автомата Калашникова и пистолета Макарова. В БГУ подвели итоги приемной кампании. В этом году студентами ведущего вуза стали более 5000 человек. Самые высокие проходные баллы на международное право, лингвосторонавизие, прикладную информатику. Конкурс был большим. Более 85% абитуриентов на ЦТ набрали свыше 300 баллов. Занятия в Белгосуниверситете начнутся 1 сентября в обычном режиме. Старые башмаки вместо новеньких кроссовок горожанин стал жертвой интернет-мошенника. Потерпевший рассказал, заказал в одной из социальных сетей пару кроссовок белого цвета. Продавец пообещал отправить товар почтой, наложенным платежом. При получении мужчина оплатил стоимость товара и доставки всего порядка 65 рублей. Когда покупатель открыл коробку, вместо обуви он увидел старые черные ботинки, белым корректором название бренда. В качестве бонуса в посылке оказались старый мобильный телефон, аккумуляторная батарея, часть сетевого адаптера. Эксперты провели судебную товароведческую экспертизу и выяснили стоимость содержимого посылки, как сообщается, чуть более 14 рублей. Правовую оценку действиями продавца даст Следственный комитет. Синяокая снова под влиянием атмосферных фронтов. Завтра на страну обрушится непогода. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. Завтра в Беларуси объявлено желтое предупреждение. Днем в отдельных районах пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного при грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14, днем от 21 до 27 градусов тепла. Дождь лил как из ведра, а завтра сквозь облака будет проглядывать солнце. Непредсказуемо август уже на исходе, скоро его место займет сентябрь. Но это уже совсем другая история. Итальянская Верона ушла под воду. Таковы последствия шторма, который сопровождался градом и мощным ветром. Стихия вызвала оползни, улицы превратились в рейки повали на деревья. В области Венета объявлено чрезвычайное положение. У берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой в 6,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 3 километрах к юго-востоку от города Хако. Сведений о пострадавших нет. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 4,6 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 14 со знаком плюс. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!